Научили взрослой жизни. Участники муниципальной программы летней занятости несовершеннолетних утверждают, за работы на каникулах им не доплатили. Обманутыми себя считают трудившиеся в августе ученики 29-го лицея. Ребята занимались благоустройством и уборкой в микрорайоне и на пришкольной территории. Работу выполняли добросовестно, а вот зарплата неприятно удивила. В ситуации разбиралась Ольга Качкарова. 14-летняя Настя Павличенко работать летом решила и ради новых джинсов и кроссовок. Однако на обновки в итоге не хватило. Пришлось просить маму добавить. Июльские работники работали 21 день. Мы работали 23 дня. Им заплатили 4,5 тысячи, а нам меньше. Всего 4 тысячи. Подработать подросткам предложили в школе. Оформляли документы в окружном центре социальной поддержки. Трудоустраиваться школьники ходили самостоятельно. На руки выдали только памятку с условиями. За 23 четырехчасовых рабочих дня детям обещали 4 тысячи рублей и еще 500 рублей материальной помощи. То, что трудового договора школьникам не выдали, ни их самих, ни родителей не смутило. В общем-то, мне сказали, что это нормальная практика. Никогда детям вообще не выдают на руки. Ну, потому что там какой-то затянутый процесс подписания. В Центре социальной поддержки населения нас уверили. Трудовой договор подписан был. Другой вопрос, что за своим экземпляром несовершеннолетним работникам нужно было прийти еще раз. А дети якобы должной ответственности не проявили. А в этих договорах было указано, что зарплата школьника 4 тысячи 52 рубля. Больше работодатель Центра социальной поддержки ничего не должен. Здесь мы речь ведем, скорее всего, о выплате материальной поддержки и средств областного бюджета. При трудоустройстве, когда выдается Центрами занятости направление для нашего Центра для трудоустройства, специалисты Центра занятости разъясняют, будет выплата материальной поддержки и в какие сроки. Поэтому по вопросу именно выплаты материальной поддержки в размере 1221 рубль мы рекомендуем обратиться в Главное управление. Материальная поддержка выплачивается несовершеннолетним на основании договоров, заключенных между Центрами занятости и работодателями. То есть там, где договоры о взаимодействии были заключены, была выплата материальной поддержки. И сумма материальной поддержки составляет 1221 рубль 88 копеек в месяц на одного участника мероприятия. Наличие такого договора в Центре соцпомощи подтвердили. Получается, средства на материальную помощь все-таки были выделены. И не по 500 рублей на работающего подростка, а по 1221 рублю. Подросткам и их родителям юристы советуют искать правды в прокуратуре. Ольга Качкурова, Артак Мурадян и Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.